В колл-центре 9-й поликлиники телефоны не смолкают. За день операторы принимают около 200 звонков. За смену врачам-терапевтам и фельдшерам приходится справляться с десятками вызовов. Но все равно к пациентам получается добраться, как правило, только на следующий день. Сутки. Потому что вызовов очень-очень-очень много. Мы стараемся, чтобы обслужилось как можно больше вызовов. Мы стараемся делать. Терапевты все работают сверх возможностей. Сколько? То есть они берут максимально, они обслуживают. У кого-то 10 минут надо пройти, у кого-то 30 минут. У всех по-разному. Всего по городу в день регистрируют больше 2000 обращений на телефоны скорой и неотложной помощи. В страхе перед пандемией горожане обращаются к врачам с симптомами, которые раньше лечили горячим чаем или таблеткой аспирина. Если раньше мы не успевали что-то обслужить, мы передавали обратно на скорую. То есть сейчас мы ничего не передаем, обслуживаем сами все. У нас увеличилось количество поводов, на которые мы теперь выезжаем. Тяжелые мороки. Все-таки поводы с повышенной температурой. Это примерно по прикидкам сколько? Процентов 70. Ну, конечно, нагрузка в разы возросла. Тяжело. Мы стараемся как можно. Все-таки это наша работа. Чтобы исключить диагноз ковид, в неотложке есть приборы для измерения насыщенности крови кислородом. Да и простое прослушивание легких позволяет определить, есть ли у пациента пневмония. Как правило, диагностируется обычная простуда. Но все равно многие пациенты требуют от врачей проведения КТ, несмотря на полное отсутствие показаний. Медицинский работник, он собирает полностью все жалобы о течении заболевания, анамнезаболевания, и проводит осмотр пациента, в том числе меряет насыщение крови кислородом, пульсоксиметром, и уже выставляет диагноз и показания для обследования и лечения. Доктора напоминают, в условиях пандемии необходимо соблюдать санитарные меры и не поддаваться панике. При симптомах ОРВИ стоит дождаться врача и не заниматься самолечением. Актуальные телефоны круглосуточной неотложной помощи вы видите на экранах.